Всем тыквенный привет, с вами Dream. Ну что ж, ребятки, только что у нас из игры убрали премиум кейс, да, и завезли новый пользовательский кейс, так что мы в сегодняшнем видосике, во-первых, поговорим про следующий новый премиум кейс, ребятки, обсудим с вами утечки, которые есть на данный момент, также мы с вами поговорим, конечно же, про утечки А5 Роял Пасса, РП кейса рассмотрим, поговорим с вами про улучшаемые пушки, про второй золотой костюм, короче, много интересного. Ну и помимо этого, пооткрываем пару десяточек этого пользовательского кейса, почему пару, да все максимально просто, потому что, во-первых, у Харта все отсюда есть, это раз, во-вторых, мне отсюда ничего не нужно, ну я открою два гаранта, чтобы вы увидели, как сыпет, сыпет ли вообще, и в принципе, сделайте вывод для себя, нужно вам открывать или нет этот пользовательский кейс, мне из него, честно, ничего вообще не нужно. В общем, всем вам желаю приятного просмотра, ребятки, не забываем про розыгрыши, потому что уже скоро видосик с прокачкой аккаунта, ссылочка есть в описании, также есть розыгрыш ЮЦ-шек, ссылочка в описании, там вы сможете найти еще и ссылочку на мой, конечно же, телеграм-канал, где проходит вот прямо сейчас розыгрыш ЮЦ. В общем, обязательно переходите, подписывайтесь, участвуйте, ну и да, помимо остальных ссылок, конечно, там есть ссылочка на самый лучший магазин на планете, с самыми фартовыми ЮЦ-шками, конечно же, мой магазинчик, ребят, который работает круглосуточно, так что, если вам нужны ЮЦ-шки быстро, выгодно, оперативно, и что самое главное, гарантированно, тогда просто перейди по ссылочке в описании, покупай, кайфуй. Ну, а мы переходим к видосику. Так, ну что ж, давайте зайдем, крутанем пару десяточек, я не знаю, что у меня отсюда есть, а у меня отсюда ничего нету, но мне отсюда ничего и не надо, если честно, поэтому просто крутанем, посмотрим, сыпанет хорошо, нет, ну, значит, нет, тогда не судьба, как говорится. Поехали, давайте посмотрим, исключения, не хочу, не хочу ничего исключать, просто покажи нам. И мифик упал, и еще мифик упал, и еще мифик упал, чего? Это что за десятка такая? Чего? Вы это видели? Давайте еще раз. Ага, все. Не, я помню, что была такая тема, если вы помните, да? Когда был косяк именно с этим же пользовательским. Три мифика подряд? Чего? Вот это прикол, конечно. Ладно. Ну, мне, в принципе, тогда одной... Одного гаранта и хватило бы. Не, ну, прикольно. Прикольно. Ладно, удивил меня кейсик, удивил. Просто три мифика подряд. И я так понимаю, дальше уже будет все пусто, да? Давай из гаранта, что ты сыпанешь? Дай мифик. Еще один мифик, нормально, четыре мифика. Четыре мифика за 2500 ютс. Не, ну это нормально, да. Такое мы... Вот это мы уважаем. Давай забаним что-то тогда. Если нам разрешает, что нет-то. Давай, что тут у нас есть? А, повязка есть. О, вот это давай забаним. Вот так. И вот так. И вот так. Все. Окей. Не, ну, это... Это имбулечка, ребят. Честно, вы знаете, что у меня используете скинкейсом свои, как бы, счеты, да? Я оттуда коллаж доставал миллиард лет. Но... Кисик удивил. Удивил. Это хорошечно. Так, давайте еще с пропуском одну откроем. А что, мне понравилось. Мне очень понравилось. Такого я не видел, если что. Шапочка Деда Мороза и шлем. Такое у меня есть. Зачем он мне, если у меня есть? Три штуки. Такие тоже есть. Ну-ка, давай, давай десяточку с пропуском открой мне. Ну-ка, поехали. Давай, мифик. И еще одна десяточка. Я тебя понял. Ну и последнюю открываем без пропуска. Дальше мы двигаться не будем. Потому что у нас и ЮЦ-шек как бы нет на аккаунте. Потому что я не планировал больше двух гарантов. Но, если честно, пользовательский удивил, ребят. Четыре мифика. По факту я четыре мифика забрал за две тысячи с копейками там ЮЦ-шек. Остальное так уже попадало. Ну вот за эту десятку ничего не упало. Я так понимаю, здесь гарантом мифика не будет, да? Да. Короче, не знаю. Может быть не фортануло. А может быть и сыпет. Делайте выводы по открытию других ребят. Потому что на аккаунте Харда мы открывать, конечно же, не будем. Повторюсь, у него все и так уже имеется. Ну и предлагаю, конечно же, начать с премиум-кейса, ребятки. Потому что информации очень много. И она вся у нас, в принципе, сводится к тому, что в следующем премиум-кейсе нам должны, повторюсь, должны, информация не на 100%, а прям процентов на 90, да? Да, подтверждена, что нам должны добавить вот этот вот калашик. Калашик, который называется драконья маскировка. Вот таким вот образом он выглядит. И именно его большинство и ожидают в кейсике, именно в премиум-кейсе, что его добавят. Но, еще раз повторюсь, на бетке есть определенная инфа, но она не подтверждена полностью. Потому что, если вы помните, у нас недавно был подвох там с СКС-очкой бабочка, если вы помните, да? Там мы ждали совсем другую пушку. Поэтому, ребят, не рекомендую торопиться именно делать какие-то выводы. Но на данный момент именно конкретная инфа, что будет именно вот этот вот калашик. Если инфа подтвердится, конечно же, вы раньше всех узнаете об этом в моем телеграм-канале. Поэтому подпишись. Будет, конечно же, отдельный видосик, но раньше всех вы сможете это узнать на моем телеграм-канале. Поэтому подпишись, не пожалеешь. Ну, а так, я надеюсь, что именно он и будет, потому что три материала лишними никогда, конечно же, не будут. Ну, а сейчас давайте поговорим, конечно же, про А5 Royal Pass. На ваших экранах вы видите новый скринец, изображение костюмчика. Сам костюмчик за сотый уровень мы уже с вами видели. Ну, а вот именно улучшаемый скинец на оружие, который будет, мы до сих пор с вами не видели, ребят. И, к сожалению, утечки подтвердились. Я ранее говорил, что есть информация, что это будет улучшаемый скин на сковородку. Ну, и, в принципе, вы видите на сам костюмчик название. И слева вы видите на, конечно же, сковородочку, которая будет прокачиваться до третьего уровня. Если честно, решение вообще ни о чем. Сковородок завались, улучшаем их тоже. Поэтому мне, если честно, не зашло такое решение. Но жду ваше мнение в комментариях. Будете вы себе забирать такую сковородочку и прокачивать или нет. Дальше. Вы видите сливы на то, что мы уже с вами раньше рассматривали. То есть, на что у нас будут скины. Если вам интересно, можете поставить, конечно же, на паузу и посмотреть, на какие транспорты. На мопед у нас будет скинется и так далее. Мы это с вами рассматривали. Эмоции, конечно же, тоже мы с вами рассматривали. Но вы не видели РП-кейсы, ребятки. И прямо сейчас вы их видите на своих экранах. Это тот самый РП-кейс, который нас ожидает. Возвращение 14 сезона. Так что, если у вас есть какие-то недоборчики, да, какие-то скины, которые вы недополучили, они снова же возвращаются. У вас будет возможность их себе забрать. Дальше. Вы видите прямо сейчас на своих экранах золотой костюмчик. Это у нас первый золотой костюмчик. Маска к нему будет просто разрыв. Посмотрите на нее, ребят. Это именно золотая масочка. Она будет, конечно же, вместе с костюмчиком. Ну и что самое главное, помимо рамочек и так далее, у нас будет, конечно же, улучшаемый скинец на эмочку. Именно в этом, в этой рулетке с золотым костюмчиком. Это у нас уже будет в январе 20-х числах. Потому что 22-го у нас выходит юмбик ледник, да. Значит, получается где-то 22-го января, плюс-минус, должна выйти именно эмочка, конечно же, улучшаемая. Вот вы видите на уровне. Повторюсь, там будет анимация. Это будет выглядеть, конечно же, намного лучше. Сейчас вы видите только картиночки. Вы видели название, да. Шиноби. У нас именно скинец, ребятки. В принципе, будет, конечно же, эффект попадания. Будет у нас именно киллчатик. Все это будет. Но пока что еще нету фулл утечек. Но то, что у нас будет топовая золотая маска, улучшаемый скинец на эмочку и, возможно, хороший золотой костюм. Потому что пока что он выглядит, ну, мягко говоря, не очень, да. Потому что картиночка, в принципе, не такая уж и яркая. Это радует. Потому что второй золотой костюм, мы сейчас с вами о нем поговорим. Там снова же платье, ребят. Да, снова же платье. Поэтому, ну, такое. Ждем вот эту вот рулеточку. Потому что здесь эмочка и, в принципе, очень крутая маска. Ну, а прямо сейчас вы видите на второй золотой костюмчик. В принципе, о том, о чем я с вами и говорил. Претензий к самому костюмчику нету. Потому что сам костюмчик выглядит очень даже неплохо. Сейчас вы его увидите. Да, и, в принципе, сам персонаж, видите, выглядит очень даже хорошо. Рамочка, конечно же. Ну и да, куда без улучшаемого скина. У нас будет улучшаемый скин на АВМ, ребятки. Вот вы видите костюм. Вы видите, конечно же, глайдер, который там будет. Рюкзачок, молотов. Ну и сама АВМ-ка плюс ящик с лутом тоже виден на фоне. Не знаю. Пишите свое мнение в комментах, какую рулетку вы больше будете ждать. И какую вы будете крутить. Я, конечно же, за первую, где у нас будет эмочка. Сам костюм, повторюсь, можете увидеть. Выглядит неплохо, да. Есть какие-то там дополнительные детали у данного костюмчика. И это, конечно же, годно. АВМ-ка, ну, не знаю. Меня до сих пор именно, конечно же, ничем не удивить. После Годзиллы и Языки Пламени. Поэтому, в принципе, есть и есть. Там у нас вообще в премиум кейсе был Пурпурный Мститель. Поэтому, не знаю, кто будет выбивать, кто будет накачать. Для коллекции выбить, окей. Но качать я ее, конечно же, не буду. Напишите свое мнение в комментах, будете ли вы. Выглядит странненько, конечно, интересно. Что-то именно на китайскую тематику, да. Какой-то фарфор, что-то в этом роде. Но все же, повторюсь, именно после Языков Пламени и Годзиллы. Меня ничем не удивить. Ну, а прямо сейчас вы видите именно пушечки, на которые еще у нас будут улучшаемые скины. К сожалению, конечно же, самих скинов мы сами не видим. МКшечка, ребятки, для любителей метро. Прямо сейчас вы видите именно еще и анимацию, которая нас ожидает именно. Эмоции дополнительно, которые можно будет, конечно же, заполучить именно в следующем обновлении. Ну и дополнительно, ребятки, подтвердилась информация, что у нас будет, во-первых, улучшаемый скин на дачу до четвертого уровня. И улучшаемый скинец на мотоцикл. Он будет прокачиваться до третьего уровня. Вот мне интересно, что там с дачи до четвертого уровня. Посмотрим. Скоро мы с вами это, конечно же, узнаем. Ну, а это награды за пополнение. Без комментариев. Без комментариев. Пишите свое мнение в комментах, как вам оно. И да, кстати, в следующем обновлении нас еще ожидают, конечно же, два новых лобби. Один на китайскую тематику. Режим, который мы с вами до сих пор еще не увидели. Который должен быть, как мы с вами думаем. Да, потому что до сих пор еще ничего не добавили. Ну, и тематика вторая. Это, конечно же, режим, который сейчас доступен на бета-тесте. А это именно вот эти вот войны теней и так далее. Выглядит хорошо, но выглядит неплохо. Ну, уже посмотрим, каким образом их можно будет, конечно же, оттуда себе добыть. Ну, и на этом, в принципе, все. Это все, что я хотел вам показать и рассказать. Надеюсь, вам видосик понравился. Если да, не забудь поддержать его своим царским лайком. Также не забывайте про розыгрыши. Ну, и, конечно же, про самый лучший магазин на планете с самыми фартовыми ЮЦ-шками. Все ссылочки, конечно же, есть в описании. На этом все. Береги тебя, береги своих близких. С вами был Dream. Всем топ-1.